Всем привет! С кем еще не знакомы, меня зовут Голубев Павел и я преподаватель университета Кайна по трехмерному моделированию. И в этом видео я хотел бы поговорить с вами о планшете от компании XP-Pen, который называется Deco Pro версии M. Стоит отметить, что этот планшет у меня достаточно недавно, но целую неделю я его усиленно эксплуатировал, чтобы попытаться сделать выводы какие-то по поводу этого устройства и понять, что меня в нем привлекает, что отталкивает. Естественно, все мои выводы исключительно субъективны, вы вправе со мной не соглашаться. Ну а чтобы понимать, от чего я отталкиваюсь и насколько они субъективны, я скажу, что моим планшетом на данный момент является планшет от той же компании XP-Pen, но называется он Deco 03. Это не первый мой планшет, но по соотношению цена-качество я могу сказать, что, наверное, это мой фаворит. Если говорить о планшетах в отрыве от цены, то есть исключительно по качеству оценивать, то в любом случае, даже на фоне других производителей, он в топе находится у меня. Наверное, топ-2 или топ-3. Такое же качество я могу получить у других производителей, только при цене, которая будет превышать цену планшета Deco 03 во много раз. Ну не в десятке, но во много. Ладно, это я от темы отхожу, давайте поговорим про Deco Pro M, о его технических характеристиках. Во-первых, габариты. 399 на 227 на 16,5 мм. Причем 16,5 мм – это толщина планшета в самой пухлой его части, там, где находятся все элементы управления, кнопки, колесико. Там, где у нас рабочая поверхность, планшет тоньше, и его толщина составляет всего лишь 7 мм. Вес планшета составляет 840 грамм. По поводу размеров рабочей поверхности, где мы можем пером вводить. 279 на 157 мм. Дальше. 5080 линий на дюйм. То есть разрешающая способность, грубо говоря, разрешающая способность этого планшета очень высокая. 8192 степени нажатия пера. То есть это современный стандарт. Тут ни дать, ни взять. Подключаться к другим устройствам планшет может через разъемы USB Type-C, microUSB, ну и конечно же USB. Ну и последняя важная особенность, которую я хотел бы отметить. Планшет умеет считывать наклон пера вплоть до 60 градусов. Теперь давайте поговорим о комплектации. Помимо самого планшета, в коробке вы найдете пенал, в котором хранится перо. В этом же пенале с обратной стороны, если открутить крышку, вы найдете 8 дополнительных стержней, что очень приятно на мой взгляд. Далее. Перчатка, чтобы уменьшить скольжение вашей руки по поверхности планшета. Шнур, чтобы подключить планшет к компьютеру. И два переходника. MicroUSB и USB Type-C. Для чего? Чтобы иметь возможность подключить ваш планшет к устройствам на андроиде. К сожалению, для устройств марки Apple такого переходника не предусмотрено. Теперь давайте поговорим о конструктиве. Планшет выполнен из черного пластика и серебристого алюминиевого сплава. Причем надо отметить, что алюминий покрывает, наверное, процентов 60 сей поверхности данного планшета. За счет чего в руках планшет ощущается достаточно монолитно и не гнется, не скрипит, не хрустит. Дальше. По элементам управления. 8 кнопок плюс колесо. Кто меня знает, вы, наверное, не раз слышали, что для меня лично планшет без колеса это не планшет. Но тут колесо, оно превзошло все мои ожидания. По сути мы получаем колесо в колесе, что я имею ввиду. Помимо физического колеса, которое мы можем вращать, прямо в центре этого же самого колеса расположен тачпад, ну сенсор, который мы можем использовать либо же вместо мышки, либо же мы можем назначать различные действия на него. Так, например, физическое колесо мы можем вращать для того, чтобы изменять зум в нашем проекте, приближать, отдалясь сцену. А сенсором мы можем изменять размер кисти, к примеру. И я считаю, что это невероятно удобно. Далее. Поверхность планшета снабжена светодиодной подсветкой, подсвечена само колесико и подсвечены границы рабочей области планшета, что позволяет достаточно легко ориентироваться даже в темноте. С обратной стороны планшета, то есть на его нижней части, расположены две огромные длиннющие ножки прорезиненные. Но они прекрасно помогают избежать скольжения планшета по поверхности стола, даже если у вас стол сделан из какого-нибудь стекла. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о плюсах и минусах данного устройства. Ну и начну я, наверное, с плюсов, поскольку, ну, по сути, все, что я говорил до этого, это и были плюсы. И их очень много. Вы даже видели, технические характеристики, они очень высоки и удовлетворяют всем современным потребностям, но, как минимум, 3D-художников, за остальных сказать не могу. Конструктив прекрасный. Более того, поверхность, рабочая поверхность данного планшета, она крайне износостойкая. Но стоит отметить, что такая же поверхность и на моем планшете DECO 03. Сколько бы я не возил по нему пером, сколько бы я не испытывал степени нажатия, ни единой царапины я сделать на поверхности так и не смог. То же касается и планшета DECO PRO. За неделю ни одной царапинки не появилось. Колесико, ну, это вообще отдельная история. Я могу ему петь дифирамбы бесконечно, потому что это два в одном. Это тебе и зум, это тебе и кисть. Все сразу. Раньше мне приходилось выбирать либо-либо, а тут эта проблема оказалась решена. Ну, теперь, друзья, давайте поговорим о минусах. Минусы, как я обещал, были субъективные, но я их, наверное, даже поделю на совсем субъективные и объективно-субъективные. Ну, то есть на те, которые могут содержать какое-то рациональное зерно. Так вот, начнем с объективно-субъективно. Первое. Подсветка кнопок. Я не понимаю, почему ее нет. То есть у нас есть подсветка колеса, у нас есть подсветка границ рабочей области. И, в общем-то, разработчик подразумевал, что мы можем работать ночью в темноте с данным планшетом. Но почему-то он решил, что нам не понадобится искать вот эти вот хардварные кнопки на планшете. Не знаю. Ответа на данный вопрос нет, но я считаю, что все-таки подсветка кнопок, она тоже должна бы была быть. Второй момент. Расположение кнопок. Четыре кнопки у нас располагаются под колесом, четыре кнопки располагаются над колесом. Если кто-то занимался трехмерным скульптом, вы знаете, что некоторые инструменты, которые, как правило, мы забиваем на горящие клавиши, и, соответственно, которые мы можем назначить вот на эти восемь кнопок, мы используем чаще, чем делаем мазок кистью по холсту. Но если мы их так часто нажимаем, то переключаться постоянно с одного блока кнопок на другой, перескакивая через колесо и стараясь его при этом еще не задеть, это не самое тривиальное задание. Особенно учитывая то, что кнопки еще и подсветки не имеют, и попробуете, перескакивая с одного блока на другой, в темноте сразу нащупать нужные. Мне кажется, разумнее было бы сделать эти кнопки в одном месте, не разделять их колесом. Ну и что касается объективно-субъективных минусов, это все. Остались только субъективные, и вы будете удивлены, потому что этот минус всего один, и касается он колеса, которым я так восхищаюсь. В чем заключается этот минус, на мой взгляд? В данном случае колесо находится над поверхностью планшета. На моем старом DECO-03 колесо в поверхности планшета утоплено. Благодаря этому я свое старое колесико никогда случайно не вращал. А тут оно в центре планшета, над поверхностью, и когда я тянусь рукой к клавиатуре, а клавиатура у меня находится за планшетом, рукавом я иногда колесо задеваю. Естественно, у меня все начинает зумиться. Это не очень приятно. Возможно, этого можно было бы избежать, если, как и на моем старом планшете, колесо имело отсечки. Оно бы не вращалось свободно и плавно, а вращалось оно с определенными шагами, как колесики на мышке. Тогда можно было бы этой проблемой, мне кажется, избежать, потому что колесо бы стало более тугим. Но тут сразу палка о двух концах, потому что сейчас мы можем зумить или менять размер кисти очень плавно. А если у нас появляется вот эта трещотка, то мы это будем делать с определенным шагом. Но тогда, может, имело смысл добавить кнопку, которую этот режим включает, либо же отключает. Так делают некоторые производители мышей компьютерных. Я также допускаю, что, возможно, это лишь дело времени. И через несколько дней у меня уже выработается мышечная память, и моя рука чудесным образом будет это колесико всегда огибать. Но пока что я немного от этого страдаю. В остальном, стоит сказать, что планшет получился великолепный. И, несмотря на то, что мне так нравился мой Deco 03, в том числе и за то, что он может работать по беспроводу, но данный планшет Deco Pro M, вернее, та версия Deco Pro M, которая у меня, она работает только по проводу, хотя у XP-Pen вышел уже такой же планшет с возможностью работы по Bluetooth. Так вот, даже несмотря на отсутствие этой функции в данном планшете, который у меня сейчас на руках, я бы предпочел его своему старому планшету Deco 03. В силу вот тех плюсов, которые я перечислил. На этом, друзья мои, у меня все. Надеюсь, данная информация была вам полезна, и, возможно, кому-то она поможет определиться с выбором нового планшета. Так что пойду-ка я бахну чайку, и увидимся в следующих роликах. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok